Всем привет! С вами Алекс и сайт 3MPC.by. В этом видео хотелось бы рассмотреть очередные новости по взлому защиты Динува, релизной сцены и так далее. Поехали! Сегодня 21 января и таки произошло это неприятное событие со стороны разработчиков Метро Исход. Они добавили в игру защиту Динува. Получилась ровно двойственная ситуация. Сейчас будем смотреть и разбираться. Но для начала хотелось бы вам напомнить про сервис Dinovo.net, который предоставляет качественные недорогие оффлайн активации всех крутых игр, новинок, расширенные издания с защитой Динува, в которые бесплатно не поиграть. Поэтому если хотите по дешевочке, во все крутые новинки, сервис Dinovo.net, ссылочка в описании. Итак, Метро Исход. Разработчики добавили защиту Динува. Вот можно на странице в стиме посмотреть. Динува, DRM, технология присутствует. То есть здесь ровно две стороны. Первая сторона, это конечно же можно понять разработчиков. То есть ставят защиту, они хотят максимальной продажи вот в ближайшую неделю, две, а то и месяц, то есть чтобы хорошенько окупить проект. То есть полностью поддерживаю, вообще никак нельзя их как-то оспорить. То есть они ставят и хотят подстраховаться. Вопросов нет. С другой стороны, конечно же, есть уже огромнейшая, в общем, прорва в репутации защиты Динува, потому что уже было и масса тестов, доказательств, что она нарушает в некоторых играх очень даже сильно оптимизацию. Ну и так далее. Время загрузки и всячески может нарушать коды и работоспособность игры. Тут уже с этим сложно спорить как-то. И поэтому геймеры тоже, геймерское сообщество разделится ровно на две стороны. Одна скажет, что да, хорошо, я заплатил предзаказ и пускай будет защита меньше пиратства. Полностью поддерживаю, то есть у каждого может быть свое мнение. Но есть и вторая сторона, которая скажет, да, я сделал предзаказ, но я, блин, не хочу, чтобы там был кусок этого непонятного кода, который будет нагружать эту игру. Метро исход, она и так такая масштабная получилась с технологиями. То есть и так непонятно, какова там будет оптимизация. А тут еще эта защита будет. Блин, да как так-то? Что делать? Я же так плачу бабло. То есть и будут такие вот возгласы. То есть примерно вот две стороны. То есть как вы относитесь к этой ситуации, можете написать в комментариях. То есть, конечно же, ваше мнение будет очень важно. И будем смотреть, куда дальше эта ситуация вот пойдет двигаться. Потому что до релиза еще месяц, еще много чего может произойти. И уже начали вот такие некоторые косички всплывать. Посмотрим на всю ситуацию. Конечно, хотелось бы, чтобы игра окупилась, чтобы она получилась классной. Но как факт, защита там есть. Пишите в комментах. Даже по релизной сцене, как бы да, происходило пару таких взломов. Но я думал, подсобираю все в кучу и сделаю одно такое вот видео. Да, вот, Кодекс, кстати, сделали свой первый взлом в этом 2019 году. Это Solo Calibur 6 сделал Сипери взлом. Там добавили 2B из Нир Автомата, главная героиня. Поэтому можете погонять, если кому интересно, перекачать. И дальше Сипери сделали тоже взлом. Life is Strange 2, эпизод 1. Плюс туда входит Капитан Спирит. То есть, тоже ничего необычного не сообщили. Но вот такой вот взломчик для любителей. То есть, тоже достаточно нишевый продукт. Думал, особо немного кому интересно будет. Поэтому, круто, на релизной сцене движуха продолжается. То есть, и Кодекс подключились. Ждем только, почему по Форзе 4 они что-то помалкивают. Вроде все переломали на Windows 10. Ждем новостей. Ну и Z5 тоже продолжает свое дело, так сказать. Как пришли вот в конце прошлого года все разносить, так сейчас и продолжает разносить. То есть, очень любопытно развивается ситуация с метро исходом. Посмотрим. То есть, пишите в комментах. Это очень важно и интересно. Буду все читать. Что вы думаете по тому, что добавили защиту в игру? Все. Не забывайте смотреть на ссылочки в описании. Вот, в том числе, ссылка на статью, в которую я собираю вот уже более трех лет. Всю-всю-всю информацию по этой всей теме и релизной сцене. Все здесь всегда. В том числе, в комментах и списочек... В комментах отписывайте. И списочек игр. Защита Динова. Все. Не забывайте, что я сегодня же предоставляю информацию. А вы уже сами решайте, что вам делать. Покупать или нет. С вами был Алекс и сайт rempc.by Спасибо за просмотр.